Всем привет друзья! Сегодня в этом видео поговорим о том что нужно сделать чтобы задние колонки в автомобиле не хрипели. Первым делом снимаем сеточку. Такой вот у нас грязный динамик. Протрем сеточку нашу снаружи и изнутри тщательно. Затем откручиваем наш динамик. Открутили динамик, отключаем от него провода. Динамик начинает хрипеть из-за того что вот сюда попадает какая-нибудь соринка или мусор. Тщательно это все вытряхиваем, пылесосим, протираем его от грязи, от пыли в труднодоступных местах. Платной палочкой чистим аккуратно. В принципе и все лучше чем было. Так, почистили мы наш динамик. Теперь возьмем силиконовую смазку, нанесем на губку и этой губкой пропитанной силиконом натираем подвес динамика. Это улучшит его звук. В результате бас будет мягче, глубже и отчетливее с упругой оттяжкой. Весь секрет в том, что силикон делает подвес мягче и эластичнее. Аналогичным образом можно натереть подвесы передних динамиков и сабвуфера. Кстати, такую процедуру можно проделать и на домашней акустике. Затем, после того как мы все натерли, вытерли динамик, нужно обтянуть, как вы думаете чем? Как вы уже наверное догадались, обтягиваем черными колготками. Берем колготки там у жены, у девушки, ну на крайняк там у мамы и обтягиваем колонку. Звук от этого искажаться не будет, всякие микрочастицы попадать в колонку не будут. И звук будет у вас чистым. Чтобы не было затяжек во время того, когда вы начнете закручивать шурупы, необходимо сделать вот так. А именно, нагрейте какой-нибудь металлический предмет и прожгите отверстие. Устанавливаем наш динамик на место, прикрепляем его, подключаем, надеваем на место сеточку. Теперь в динамик не будет попадать никакая дрянь и мусор и колонки будут звучать отлично. Всем кому понравилось данное видео ставим лайк, подписываемся на канал, не забываем о колокольчике вверху, чтобы узнавать о новом видео. А я желаю вам удачи, хорошего настроения, здоровья, пока-пока.